Если каждое утро будете начинать со стакана воды станица, утро обязательно будет добрым. Вообще вода источник жизни, неважно питьевая она и находящаяся в бутылке, или же простирающаяся по рекам, морям и океанам, ее обязательно нужно поддерживать в чистоте и вовремя отслеживать уровень загрязнения. Поговорим об этом вместе с нашими гостями. Прошу любить и жаловать генеральный директор Некоммерческого фонда общественного экологического развития «Без рек, как без рук» Олег Ломаков. Олег, доброе утро. И председатель автономной некоммерческой организации «Русско-океонографическое общество» и главный редактор телеканала «Оушен-ТВ» Андрей Подколзин. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну «Без рек, как без рук» лучше не скажешь, что называется, не убавить, не прибавить. У меня вопрос первый к вам. Буквально пару слов о деятельности фонда, ключевые направления. Я бы назвал ключевыми направлениями нашей деятельности, во-первых, собственно говоря, то, что мы оставили за собой здесь, на Ростовской земле, в Цемлянском хранилище. Мы исследовали некий новый показатель качества воды и, как следствие, качества жизни. В частности, мы занимались впервые в России исследованием микропластика в речной воде. Да. То есть вот подобными уникальными исследованиями мы занимаемся. Второе направление – мы привлекаем молодежь, старшеклассников, студентов к работе в общественной организации под названием «Речной дозор». Мы придумали такой, ну что ли, бренд для того, чтобы старшеклассникам, то есть нашим потенциальным будущим коллегам было понятно, что с момента вступления в эту организацию они будут отвечать за контроль, за состоянием той воды в той реке, на которой стоит их город. Ну и еще и фестивали вы проводите. Ну конечно, да. И некая такая наиболее понятная, компактная, квинтенсентная форма нашей деятельности – это экологический фестиваль, который мы проводим в городах, для того, чтобы каждой социальной группе, каждому возрасту жителей этого города дать понять, что проблема экологии, она важна для всех. И неважно, старты или млад, нужно этим заниматься, нужно получить новое, качественное представление о том, что к воде, к реке нужно относиться бережно, по-хозяйски. Ну, вернемся к исследованию. Вы сейчас в Ростове-на-Дону, и я знаю, параллельно с исследованием снимался документальный фильм. Я хочу к Андрею обратиться. Андрей, что за фильм? Расскажите, пожалуйста. Уже с 2017 года мы снимаем некий большой мультимедийный проект. Называется «Великие реки России». В 2017-2018 году мы снимали «Волгу». И сейчас мы перешли на «Дон» и снимаем «Дон». Это мультимедийный серия. Это второй сезон. А, это второй сезон. Это второй сезон, да. По «Волге» у нас получилось 16 серий. На «Дону» мы планируем 6 или 8 серий. А фильм снимался, вот что касается нашей реки «Дон», он снимался параллельно с исследованием? Как это вообще было происходило? Это объединенная история. Это объединенная история. Ну, каким образом это исследование проводилось? Расскажите о процессе и самое главное результатах. Что получилось? Мы в той ситуации, когда результат важнее, чем процесс. Хотя процесс был поистине захватывающим и очень увлекательным, и всем им отличительно понравился. Во-первых, благодаря радушию местного населения. Во-вторых, тому, что команда изнутри была сложна так, как нужно. И, в-третьих, то, что та аппаратура, которую мы привлекли для наших исследований, нас не подвела и, наоборот, всячески поддержала наши внутренние инициативы и профессионализм. Ну, если совсем в двух словах рассказать... Можете не в двух, можете в трех, в четырех. Спасибо. Можно говорить о том, что мы были на Цемлянском водохранилище в самом начале сезона. Мы знаем, мы готовились, прежде чем прийти туда со своими исследованиями, со своей аппаратурой, что в целом это объект, который характеризуется целым рядом экологических параметров. И какой-то из этих параметров может так или иначе сыграть в той или иной ситуации. Мы пришли в начале сезона, когда, может быть, еще такой пучины страстей экологических не было в Цемлянском водохранилище. Мы не обнаружили ничего такого, что могло бы характеризовать качество воды в водохранилище как негативное, как опасное для человека. Я бы не рекомендовал пить эту воду для тех людей, которые испытывают жажду. Коллеги из фонда, они немножко, так сказать, стараются быть осторожными, но вообще-то, так сказать, вода в Доне признана коллегами моими экологически чистой. Экологически чистой. Точно. В мае, в июне месяце вода экологически чистая. У меня тогда вопрос к вам. Помимо, собственно говоря, самого исследования непосредственно на содержание микропластика, вы мне рассказали за кадром, что вы обнаружили затопленный город. Расскажите, что за город был обнаружен? Знаете, как бы, что такое исследование, которое мы делали? Это было 17 точек замера. Это с малой скоростью траллиния, так сказать, по Цемлянскому водохранилищу. И, зная, что здесь есть исторические артефакты, мы очень внимательно присматривались к этому всему. И в какой-то момент мы заметили, что в тех местах, где могла быть левобережная самая крайняя часть левобережного саркела, мы заметили что-то необычное по монитору, который мы делаем. Вот мы пригласили дайверов, и они нырнули, и нашли там остатки городища, которое можно отнести к городищу 9 века нашей эры. Это саркел. Водка. Саркел Беловежа, да. Впоследствии мы, не афишируя эту позицию, отправили в Российскую Академию Наук в материалы, и они с очень высокой точностью достоверности подтвердили, что это именно так. Значит, в дальнейшем, для того, чтобы это подтвердить, так это или на самом деле или нет, здесь будет экспедиция Российской Академии Наук. Они будут нырять, смотреть, но те вещи, которые нам были найдены по приложению, по, так сказать, пониманию, как оно должно быть, это так оно и есть. Это стена, стена древнего городища. Стена была, вот я только хотела спросить, что конкретно было обнаружено. То есть, я так понимаю, в скором времени у нас на Дону ожидается экспедиция Российской Академии Наук? Возможно, после 1 июля. После 1 июля, да. А вот этот факт обнаружения, если все действительно подтвердится, этот факт как-то будет официально отражен? Наверное, в аналогх Российской Академии Наук так и будет. Мы сделали свою маленькую роль, мы нашли какие-то вещи, которые были сигналом, но в дальнейшем это будет уже какое-то значение важное, историческое и туристическое, потому что наверняка это может быть новый туристический кластер для ныряния туда. Но сейчас очень важно обратить внимание на то, чтобы это не было подвержено разгарболению таких черных дайверов, которые там ищут какие-то сокровища, еще что-то такое. Ну, я надеюсь, до этого у нас не дойдет. Да, мы обратились в правительство Ростовской области, чтобы они контролировали процесс, чтобы там не было каких-то непонятных судов, которые там стоят, ныряют. Ну, вернемся к исследованию. Олег, у меня вопрос такой. Отличительные какие-то были, отличительные особенности исследования реки? Каким образом вообще берутся замеры? Вот как происходится исследование именно воды? То есть это опять же дайверы ныряют или же это как-то с корабля? Каким образом это все происходит? Хороший еще вопрос. Я постараюсь на него также ответить. Мы постарались использовать, и нам, надо сказать, удалось, технику для онлайн-мониторинга. Но это такие словозачитания известных специалистов, может быть, в большей степени, и я попытаюсь расшифровать. Это оборудование, которое не требует излечения пробы. И дальнейшего пробоподготовки весьма рутинной и долгой в лаборатории транспортировки, консервации ее там. Мы постарались все делать на месте. И у нас это довольно здорово получилось. С помощью тех уникальных зондов, которые мы применяли. Зонд это что такое? Это датчик, который мы погружали на разную глубину. Как Андрей совершенно точно заметил, мы сделали в общей сложности 17 створов, как мы говорим, 17 замеров на всей протяженности хода экспедиции по Цемлянскому водохранилищу. И вот обнаружили определенную динамику распределения тех или иных параметров, элементов, ответственных за общую экологическую ситуацию водоема. А результаты этого исследования не будут где-то отражены? Где их можно будет увидеть вообще? Мы их не скрываем никоим образом. И это не имеет никакой коммерческой ценности, потому что наш фонд это общественная некоммерческая организация. Любые заинтересованные структуры или частные лица могут эту информацию получить. Нужно пользоваться, очевидно, нашей страничкой в социальных сетях. Это легко найти на нашем сайте. Как он звучит? Без реки как без рук? Без реки как без рук? Нет, звучит иначе. www.rekiruki.ru Вот такое интересное, да? Реки, еще раз. Реки, руки, точка, ру. А вы привлекали для, собственно говоря, этого исследования волонтеров как-то к себе? Или же это все делалось непосредственно руками? Вы знаете, в этот раз, поскольку этот проект был уникальный, абсолютно пилотный, мы, конечно, ни на кого особенно не понадеялись и не рассчитали, мы делали, собственно, все своими руками. То есть без рек как без рук. В данном случае работали наши руки, руки профессионалов. Но в дальнейшем, вот я говорил, что одно из направлений нашей деятельности на местах, в городах, это построение системы речной дозор. Мы бы очень хотели, чтобы добровольцы, молодые ребята, которые интересуются и горят проблемой охраны водных объектов, включались наши ряды, становились нашими коллегами, и мы им с удовольствием передали наши знания и наши технологии в их руки. У меня аналогичная вопрос к Андрею. Андрей, а вам помощники при съемках фильма нужны? Вы как-то привлекаете или опять же все силами телеканала? Нет, нет, обязательно. Мы всякий раз, когда мы занимаемся подготовкой к съемкам, а это занимает примерно год. Год только подготовка. Да, подготовка, точно. Потому что сами съемки, допустим, от Калаччан-Дону до Азова заняли там месяц. А, ну это не будет. Да, но при этом мы спрашиваем волонтеров, краеведов местных, администрацию и так далее, где, что интересно, что можно снять, что рассказать, про то, чтобы это было, знаете, не так тривиально, как вот, знаете, вот там есть Дон, там есть Ростов-на-Дону. Ну, кто лучше краеведов и людей, которые вам живут, расскажут, да. Да, и мы собираем большое количество волонтеров. Большое количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы рассказать о своем крае, в данном случае о Ростове и Донском крае. Я бы сказал чуть-чуть шире, о Донском крае. То есть не только река Дон? Не только, да. Не только, в целом Донской крае. И мы находим таких людей, не безучастных совершенно, тем, которых это интересно. И, наверное, от этого получается интересный фильм. Ну, потому что, когда, действительно, когда человеческий ресурс, когда привлекаешь людей, тогда, конечно, фильм получается. Очень важно передать эмоции. Эмоции, вот. Да, и можно передать те самые истории, когда люди хотят рассказать. Это их задевает, они хотят передать это миру. Олег, Андрей, спасибо большое, что сегодня пришли. Рассказали об этой, действительно, глобальном мероприятии, о фильме, об исследовании. У нас в гостях, я напомню, был генеральный директор некоммерческого фонда общественно-экологического развития «Без рек, как без рук» Олег Ломаков. Олег, спасибо большое. И председатель автономной некоммерческой организации «Русско-океонографическое сообщество» и главный редактор телеканала «Олшен-ТВ» Андрей Подколзин. Андрей, спасибо большое. Друзья, берегите воду, поскольку вода — это не только источник жизни, она сама жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok